Всем привет, меня зовут Ушелл, и сегодня у меня на обзоре мышка Epic Gear Zoro. Если честно, то компания Epic Gear мне совсем не знакома. Да, конечно листая сайты игровых магазинов, я то и дело натыкаюсь на их продукцию. Но у меня раньше не было их девайсов, поэтому когда подвернулась возможность, я решил сделать обзор на уже не совсем новую мышку Epic Gear Zoro. Продается мышка в коробке среднего размера с открывающейся дверкой, сквозь которую можно посмотреть на мышку. На дверке описаны основные особенности мышки, а задняя часть коробки содержит перечень характеристик на нескольких языках. В самой коробке есть мышка и мини-инструкция. Epic Gear Zoro условно-симметричная мышка. Условность симметрии обусловлена тем, что боковые кнопки имеются только с левой стороны мышки, что ограничивает пригодность этого грызуна левшам. Форма Zoro в какой-то степени напоминает мне легендарный Microsoft WMO, который отложился у меня в памяти как чуть ли не эталон для симметричной мышки. Zoro относительно большая мышь, я соглашусь с тем, что Epic Gear написал на коробке. Эта мышка скорее предназначена для хвата ладонью или когтем. В этих двух хватах мышка действительно очень удобная. Причем для маленьких ладоней будет удобнее всего держать Zoro в ладонном хвате. Средние по размеру руки найдут комфорт и в ладонном, и в когтевом хвате. А большому ладоню мышь зайдет в когте, и если у вас длинные пальцы, в пальцевом хвате. Кстати, единственное, что ограничивает пальцевый хват, это то, что колесо прокрутки достаточно сильно смещено вперед, а также ограниченный размер основных кнопок. Горб у мышки смещен назад, что заполняет ладонь и придает этой мышке некое сходство серии ZO от ZOE. Хотя, на мой взгляд, Zoro будет удобнее, так как горб не такой экстремальный. Бока имеют едва заметный скос, что должно помочь с поднятием Zoro с ковра. У мышки есть некая талия, которая некоторым может не понравиться. Впрочем, она не так сильно ощущается, как на мышках ZOE или на Sensei. Собрана мышка весьма хорошо, дно ровное, в руке мышка ощущается монолитной, ничего не скрипит и не лифтит. У меня на обзоре белая мышка, у которой вся верхняя панель выполнена из глянцевого пластика. Для меня это не самое любимое покрытие, и я предусчитаю более цепкие в потных ладонях решения. Однако, для Epic Gear это вынужденная мера, так как матовый белый пластик склонен терять свою белизну со временем. Большая часть боков выполнена из резины, которая весьма приятная на ощупь и на удивление цепкая. Однако, я не уверен в долговечности этого решения. Также, есть маленькие вставки из матового пластика по бокам, однако с ними особого контакта ладони и нет. В мышке две зоны подсветки. Первая это колесо прокрутки, а вторая это логотип на спинке. Колесо светится обыкновенно и особо нечего про него сказать, а вот спинке явно не хватает диффузора, чтобы обеспечить более равномерное свечение логотипа. Основные кнопки отделены от корпуса и лишены каких-либо углублений под пальцы. Кнопки обладают весьма приятным кликом, благо под ними расположены амроны с заявленным ресурсом в 10 миллионов нажатий. Клик действительно очень приятный, в меру тактильной и средней тяжести. Кнопки не люфтят и кликать весьма приятно, хотя наплыв кнопок на боковинке в зависимости от хвата некоторым может сильно мешать. Быстродействие кнопок не бьет никаких рекордов, но в целом жить и играть в зоро можно спокойно, никаких задержек вы не почувствуете. Боковые кнопки расположены на левом ребре, весьма маленькие и плохо отличимы как друг от друга, так и от корпуса в целом. Не самое удачное решение на мой взгляд, однако они обладают хорошим кликом и совсем не люфтят. Также хочу отметить, что кнопки немного смещены назад относительно центра корпуса, так что при моем хвате мне пришлось немного тянуться до кнопки назад. Колесо прокрутки построено на основе механического энкодера на 24 позиции. Шаги заметные, однако немного размазаны, впрочем проскроллить нужное количество раз не должно быть проблемой. Но вот люфт колеса это проблема, из-за него скролл получается довольно громким, а тактильное ощущение получается не таким уже хорошим. Клик у колесика весьма приятный, он буквально чуть-чуть ту же основных кнопок, но обладает качественным звуком благодаря тому, что применен обычный микросвитч. За колесом прокрутки расположены две кнопки, первая изменяет профили, а вторая изменяет уровень значения DPA. Кстати, эта кнопка имеет светодиодную индикацию выбранного значения DPA. Кнопки не люфтят, но клик у них простенький. Расположение у них такое, что они особо не мешаются, однако в зависимости от хвата до кнопки изменения DPA может быть трудновато дотянуться. На дне мышки находятся две достаточно большие по площади ножки. Они обеспечивают неплохое скольжение, да и на ощупь весьма приятный. Правда совсем не мысленистый, так что видимо тефлон не выше пробы. Пазов для их замены нет, а за счет того, что выступают из корпуса они совсем незначительно, достать областью вокруг сенсора до поверхности мягкого ковра не составляет никакого труда. Хотелось бы, чтобы ножки были либо толще, либо выступали из корпуса сильнее. В мышке предусмотрена система регулировки веса. Добраться до нее можно, сняв спинку мышки, которая надежно крепится к корпусу за счет магнитов. В мышке предусмотрено 4 отделения, в которые можно засунуть грузики, которые весят по 5 грамм каждый. Решение неплохое. Грузики надежно сидят в пазах и не вываливаются, но баланс мышки становится ужасным с установленными грузиками. Без грузиков баланс тоже смещен назад, да и мышка с пустым багажником все равно слишком тяжелая. Все из-за того, что внутри встроен дополнительный грузик, который делает мышку даже в пустом состоянии чересчур тяжелый. Рекомендую абсолютно всем удалить этот грузик и уже после этого играться с системой регулировки веса. Кабель у Zoro в оплетке. Он стандартной толщины и весьма неплохо гнется. Длины его тоже должно быть достаточно всем. И в целом, пользоваться Zoro с этим кабелем не вызывало дискомфортно. Единственное, хотелось бы, чтобы выход кабеля из корпуса был расположен чуточку выше. В Epic Gear Zoro установлен сенсор Avago 3050. Это, откровенно говоря, бюджетное решение. Однако, даже с ним и на низких DPI играть можно весьма успешно. Все-таки 3050 куда более игровое решение, чем совсем дешевый Avago 5050. У Zoro сохранились все положительные и отрицательные особенности этого сенсора. На низких DPI сенсор ведет себя отлично. Динамика и качество трекинга хорошие. Акселерации нет. Пользоваться этой мышкой в шутерах на низких DPI не должно быть проблемой. Однако на этом положительные стороны сенсора заканчиваются. Во-первых, значение DPI нестандартное. Во-вторых, с повышением DPI качество трекинга и особенно показатели динамики снижаются. А на максимальных значениях DPI пользоваться этой мышкой нереально. Высота отрыва тут тоже чересчур велика, что, впрочем, характерно как раз для этого сенсора. Значения DPI не совпадают со своими заявленными величинами, но их отклонения стабильны. Так что DPI не плавает, как, например, на лазерных сенсорах Avago 9500 или 9800. Частота опроса меняется в привычном диапазоне от 125 до 1000 Гц. Настраивается мышка с помощью фирменного программного обеспечения. Выглядит оно не слишком привлекательно, да и выбор настроек весьма скутный. Использование тоже нельзя назвать очень интуитивно понятным, особенно если вы собираетесь записывать макросы. Впрочем, софт есть и на том спасибо. Так что в итоге? На самом деле, Zora мне понравилось. В первую очередь, за счет весьма универсальной и удобной формы. И за счет неплохих кликов основных кнопок. Мышкой действительно удобно пользоваться. Боковые кнопки нельзя назвать самыми удобными. Ну а колесо прокрутки излишне болтается в корпусе. Порадовало зато скольжение мышки, хотя стоит учитывать момент, что пузо мышки может скрестись по поверхности мягкого ковра. Порадовал также и кабель. И уровень Razer, но жить с ним можно. Сенсор Avaga 3050 хорошо изучен и, можно сказать, проверен временем. Это не топовое решение, однако я бы спокойно взял мышку на турнир на основе этого сенсора. Просто нужно понимать и учитывать его ограничения. Если играть на низком DPI и не париться на счет чуть более высокой высоты отрыва, то мышка не будет вас сдерживать или как-то ограничивать. Но у Zorro есть другая, более существенная проблема. Это цена. Мало того, что есть куча конкурентов, которые стоят почти в два раза дешевле Zorro. Но Epic Gear при всем уважении, это не бренд уровня SteelSeries. И, наверное, пока будет сохраняться такая ценовая политика, продажи всей линейки мышек и Epic Gear будут мизерными. А жаль, ведь Zorro весьма неплохая мышка и точно претендует на звание одной из самых удобных асимметричных мышек. Итак, с вами был я, Тушел. Если видео вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч!